Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я хочу по многочисленным просьбам рассказать вам о том, как я делаю заказы на сайте Алиэкспресс, ну и вообще, какие бывают нюансы при заказе товара на этом сайте. Вначале хотела сказать, что сайт Алиэкспресс подразумевает под собой торговую площадку, в которую входят различные магазины. Чтобы зайти на сайт, нужно набрать в Яндексе по поиску Алиэкспресс на русском языке. Вот как здесь я набрала. И включаем поиск. И сейчас мы попадаем на официальный сайт Алиэкспресс. Здесь вы видите главную страницу. Если вы хотите просто сделать экскурсию или, как сказать, шоппинг по магазину, можно не регистрироваться сразу на сайте. А по поиску товара, вот здесь с левой стороны, посмотреть, что вам предлагает Алиэкспресс. Если же вы планируете, что вы будете что-то заказывать, то вот с правой стороны есть раздел. Здесь вам будет предложено зарегистрироваться на сайте. Зарегистрироваться нужно для того, чтобы вы могли в дальнейшем где-то делать какие-то закладки. Вот, например, «Мои желания» и туда добавлять товар, который в дальнейшем, может быть, захотите приобрести. Также у вас будет корзина, в которую вы можете поместить товар и в любое время его заказать. Для этого нужно будет пройти процедуру регистрации. Это так же, как и на любом другом сайте. А теперь, что касается самих товаров. Как я сказала, с левой стороны есть возможность у нас искать по поиску определенную какую-то категорию товаров. Вот, например, телефоны, аксессуары, одежда для женщин, для дома, для сада. Я раньше сюда заходила и пыталась здесь, вот хобби и рукоделие, найти что-то интересное для своих поделок. Но скажу сразу, что здесь больше всего у нас вышивка. И те материалы, которые мне нужны для моего рукоделия, здесь я ничего не нашла. Поэтому я пошла другим путем. Я делаю поиск вот здесь. Вверху есть колоночка «Я ищу». И я пишу то, что мне нужно. Состоять текст должен из одного, двух, но от силы трех слов. Иначе просто сайт, вот в этом его недостаток, не сможет найти то, что нам нужно. Дело в том, что Алиэкспресс – это китайская площадка. А перевод идет сначала на английский язык, а потом на русский. И он уже не такой точный. Поэтому стараемся делать поиск более конкретно. Например, мы захотели найти трафареты, которые я показывала вам, когда делала шкатулку. Я пишу «Трафарет» или «Трафареты». Пишу «Трафареты для торта». Включаем поиск. Вот нам открывается здесь много вариантов «Трафареты для торта». Смотрим мы на эти варианты и видим. Я вот вниз немножечко еще опущу. Увидите, что здесь что нам только не предлагают. Здесь не только «Трафареты». А почему? Потому что слово «Для торта» или «Торт» считается тоже словом существительным. И поиск идет и по этому слову. То есть все, что касается и трафаретов, и торта, выпечки, все будет здесь показано. Но, в принципе, ничего страшного, потому что, может быть, нам даже что-то захочется и из этого приобрести. Просто сейчас мы посмотрим на то, что нам предлагается. Прямо в первой строчке, смотрю, первый трафарет предлагается за 230 рублей. Потом следующий идет комплект 135, 180, дальше идет 65. То есть такой разнобой цен мне говорит о чем? О том, что товары можно купить и дешевле, и дороже. Я не хочу искать сильно дорогие товары, поэтому я сейчас их упорядочу. И порядок будет такой, идти от меньшей цены к большей. Смотрите, вот здесь в шапке есть слово «Цена». Я нажимаю на треугольничек вверх. И у меня весь товар сейчас распределится от меньшей цены к большей. И еще хотела показать, что есть товары, которые написано «Бесплатная доставка». Вот бесплатная доставка. А есть товары, которые написано «Отправка стоит каких-то денег». То есть их надо будет прибавить к цене товара. Иногда эта отправка составляет больше суммы, чем сам товар. Поэтому я стараюсь искать товар, который с бесплатной доставкой. Поэтому здесь есть такое тоже окошко. Нажимаем «Бесплатная доставка». И все, что нужно оплачивать за отправку, за доставку, у меня уйдет сейчас в сторону. И останется только бесплатная доставка. И теперь я пойду искать тот трафарет, который я хочу. Вот я смотрю, замечательные трафареты. Цена недорогая. Но в принципе они простенькие. Кое-что мы можем и сами вырезать. И вот в принципе этот трафарет я нахожу. Посмотрите, какая замечательная цена. Стоит 30 рублей. Кружево, трафарет. То есть мы обязательно читаем, что здесь нам указывает продавец. Смотрим цену, которую предлагает продавец. Она действительно 30 рублей стоит. Бесплатная доставка. Что мы должны дальше сделать? Это посмотреть размеры этого трафарета. Или любого другого товара. Опускаемся ниже, где идет описание. Вот здесь убеждаемся, что действительно это трафарет. Из чего он состоит. Цвет его. И размер его 32 на 10 сантиметров. Дальше мне нужно будет обязательно посмотреть, что включено в пакет. Конечно, немножко ерунду. Тут написали, вышивка крестом, пакет включено. А дальше читаем одна штука. Торт трафарет. Почему это очень важно? Прочитать, что будет вам доставлено в пакете. Дело в том, что я однажды заказывала массажер с тапочками. С массажными. Эти тапочки подключались именно к массажеру. На картинке был и массажер, и тапочки. Но пришла посылка с одними тапочками. И куда эти тапочки нужно было подключать? Для меня это был уже другой вопрос. Когда я внимательно прочла, что должны были мне прислать, оказалось, что действительно только одни тапочки без массажера. Дальше нам нужно будет обязательно посмотреть отзывы. Что же пишут для нас, для покупателей? Вот здесь есть кнопочка «Отзывы». И смотрим. Отзывов было 9 и 2 фотографии. Читаем ниже текст. Текст вот написал человек, видимо, из-за рубежа. Мне не очень понятен. Какой-то набор слов. Но зато я могу посмотреть фотографии. Что же он получил? А он получил вот такой помятый трафарет с заломами. Трафареты с заломами очень сложно разгладить, честно вам скажу. Но если есть возможность, то лучше купить, может быть, у другого продавца. Поэтому я принимаю решение вернуться к поиску и найти другой трафарет. Точно такой же, но у другого продавца. Возвращаясь в поиск и нахожу другой трафарет, который стоит на 2 рубля дороже. Смотрю описание. Два отзыва. Два отзыва, я думаю, что мне ни о чем не скажут. На всякий случай посмотрим. Нет, никто здесь ничего не написал. Но зато я могу посмотреть товары у этого продавца, другие, которые он отсылал. Например, вот сейчас захожу я. Открыла я страничку, где он предлагает 3 трафарета. Также можно посмотреть размер этих трафаретов. И то, что он действительно положит в посылку. Но я хочу посмотреть здесь отзывы. И смотрю, что написано красивые, трафареты ровные. Я могу заказать и эти трафареты. Вот добавляю я в корзину. Вернуться к сайту, потом посмотрим, что будет. Возвращаюсь к тому трафарету, который изначально я хотела купить. И тоже добавляю его в корзину. Здесь можно было сделать немножко иначе. Потому что здесь есть три кнопки. Первая кнопка «Купить сейчас» – это вы купите только один товар. Сразу вы его оплатите и будете ждать посылку с одним товаром. Если мы добавляем в корзину, мы можем накидать товары от этого продавца, от других продавцов и только потом сделать заказ. А можно еще зайти в «Мои желания» и отложить товар на будущее. Может быть, просто по ценам сравниться, по качеству. Может быть, в будущем даже и заказать этот товар. И хочу посмотреть, что я могу приобрести у этого продавца еще. Опускаюсь в самый низ. И смотрю, у этого продавца различные трафареты есть, и формочки, и молды, и вырубки. То есть я вот так могу пролистать и посмотреть. Вот эти хочу два трафарета посмотреть. Тоже смотрю, комплект. Добавляю в корзину. Возвращаюсь к сайту. Друзья, ну вот я добавила в корзину этот трафарет и другие товары от этого продавца. И сейчас вернусь к поиску и хочу посмотреть вообще что-нибудь другое, интересное для себя. Друзья, ну давайте на примере еще одного товара рассмотрим. Друзья, давайте на примере тех же трафаретов я покажу вам, как зайти в магазин продавца. Сейчас я выбрала совсем другой трафарет у другого продавца. Посмотрела, меня все устраивает. Добавляю я его в корзину. Предлагается выбрать здесь цвет. Выбираем и опять добавляем в корзину. Возвращаюсь к сайту. И как я могу посмотреть у этого продавца товар? Можно точно так же опуститься вниз и посмотреть по ленте, как мы делали в предыдущем заказе. А можно сейчас немножечко опуститься и перейти. Вот здесь под основной фотографией написано перейти к магазину. Здесь находится главная страница именно вот этого магазина. Это, например, один из ста или сколько их магазинов на Алиэкспрессе, я не знаю, куда мы зашли. Главная страница мне говорит только о том, на чем специализируется магазин. А вот чтобы посмотреть весь ассортимент товара, я нажимаю кнопочку вот здесь «товары» и уже могу полистать все, что здесь предлагает продавец. В принципе, вот так легко ориентироваться. Вот на примере только от трафаретов мы посмотрели различные варианты. Сейчас я покажу, мы заходим в корзину, что там происходит. Как вы помните, первые три товара мы заказали у одного продавца. Мы их оплачиваем одним заказом и придут они в одной посылке, потому что это отправляет один продавец. А вот еще один трафарет, который заказал в другом магазине, если я сюда не добавлю ничего больше, он так и пришлет только этот трафарет. И это уже будут абсолютно разные посылки. Если кому-то удобнее реже ходить на почту, то старайтесь заказывать товар, зайдя в один магазин. Когда вы нажмете «заказать» у этого продавца, вам последует предложение написать свой адрес, фамилию, имя, отчество и предложат различные варианты оплаты. Вот здесь внизу различные варианты оплаты. Я обычно расплачиваюсь карточкой. И хотела еще вам показать категорию «заказы». Когда мы заказали товары, они попадают вот в эту категорию. Те товары, которые у меня еще в корзине, они здесь не будут освещены. У меня здесь совершенно другие. Вот недавно мы заказали товары. Заказывали. Здесь написано «заказ отправлен». Ожидается отправка. То есть только-только этот товар отправили. А вообще здесь хранятся все истории ваших покупок на Алиэкспресс. Поэтому вы можете вернуться где-то назад и заказать еще раз какой-то один и тот же товар, если он еще есть в наличии. На основе, например, вот этого заказа я хотела показать, как можно посмотреть и отследить свою посылку. Открываю вот здесь есть «Подробнее». И захожу уже на саму сделку. Здесь у меня написано, что ваш товар будет доставлен в течение 35-58 дней. И если он не будет доставлен в течение этого времени, можно открыть спор. Справа есть такие кнопочки «Открыть спор». Причем, если вам вся посылка не придет, можно на весь товар открыть спор. А можно открыть спор на какой-то определенный, который был не положен в посылочку. Вот здесь, в самом низу, можно написать продавцу свои претензии или пожелания. Вообще, практически все добросовестные продавцы откликаются и ведут переписку. Сейчас покажу вам трек-номер. Вот здесь находится трек-номер. Вот он. Вот этот трек-номер, если он без букв, он не проходит по почте «Россия», то с правой стороны, вот здесь в колоночке, обычно указывает продавец, где можно делать поиск. И вот здесь историю, когда он отправил. На самом деле, вот эта посылка мне вчера уже пришла. Я постараюсь сегодня вам даже сделать обзор этой посылки. Может быть, кому-то будет интересно. И я сейчас просто должна подтвердить получение товара. Товар мне пришел в полном объеме. Я вот здесь в колоночке есть «Выделить все». Если бы что-то не пришло, я бы отдельно выделяла и ставила галочки. Ставлю «Подтвердить получение товара». А здесь сайт Алиэкспресс просит вас поставить оценку продавцу и написать пару слов, если вы считаете нужным. Или сделать даже фотографию этого товара. Оставляю я отзыв. И если вы будете заказывать товар, вы можете даже найти мой отзыв. Друзья, я теперь скажу о том, если товар к вам не пришел по почте и срок уже вышел, вы можете открывать спор. Дело в том, что деньги за товар продавец магазина получает от сайта Алиэкспресс. И поэтому, пока вы не подтвердите получение товара или почта, не подтвердит, что вы получили товар, продавец деньги за товар не получает. Так вот, если товар не пришел по вине продавца, то вы получаете возврат денег в полном объеме. У нас такое уже было даже не один раз. Ну вот, например, сын заказывал себе кроссовки, они не пришли. И просто на карточку пришла смс и пришли денежки на карточку, что в полном объеме Алиэкспресс вернул эту сумму. То есть мне нравится с этим сайтом работать, что здесь как бы немножко идет подстраховка вот этой торговой площадки Алиэкспресс. И я работаю как бы не напрямую с продавцом, хотя с ним могу общаться и переписываться. Друзья, я постаралась вам рассказать основные моменты, как можно делать заказы на сайте Алиэкспресс. Если из вас кто-то заказывает товары на Алиэкспресс и знает еще какие-то интересные моменты, можете поделиться об этом в комментариях. Обязательно зрители почитают и воспользуются вашими советами. Я тоже постараюсь ответить на вопросы, если что-то я не досказала. Друзья, и на сегодня я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!